Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Сегодня Международный день чего-то. А вот чего узнаем с Лизой Цуприк и Варварой Корж. Идёмте со мной. Наташа, а что ты делаешь? А я придумала вам новое задание. Хотите, расскажу? Да! Сегодня Международный день чего-то. А вот чего предлагаю и выяснить. У меня на столе лежат бумажки, и на них есть буквочки. Так вот, я вам говорю, например, первая буква И. Вы укладёте первой, хорошо? Да. Договорились? Да. Итак, переворачиваем. Давайте посмотрим, какие у нас есть буквы с вами. Н, Т, Е, Р, И. Да? Да. Так, предположения есть? Нет. Нет. Тогда давайте разбираться. Итак, сегодня Международный день. Первая буква И. Вторая буква Варя. Н. Так, Лиза, третья буква Т. Так. Тебе, Варя, четвёртая буква Е. Лиза, Р, Н, Варя, Е. И последняя буква Варька, Т. Ну-ка, читаем. Интернет. Сегодня Международный день интернета. Представляете? Девочки, вы знаете, что такое интернет? Лиза? Да. Это такая паутина, которая связывает все компьютеры между собой. И с помощью интернета вы можете посмотреть мультики или послушать сказку, послушать музыку. Но надо в интернете быть таким же внимательным и осторожным, как и в обычной жизни. Потому что в интернете могут спрятаться за каждой картинкой красивый вирус или обманщик. Варя, а ты как думаешь, что такое интернет? Интернет – это такое сообщество, в котором люди могут общаться, переписываться, могут делать фотографии, видео. Правильно вы всё сказали. Предлагаю сейчас разобраться и разложить всё по полочкам. Вы согласны? Да. У вас на компьютере есть интернет? Да. На телефоне тоже. На телефоне сейчас тоже есть интернет. Давайте разберёмся, как вы думаете, интернет возник давно, Варя? Да. Давно. Но как его придумали люди, как вы думаете, Лиза? Я думаю… Для чего он нужен был вообще? Зачем? Я думаю, что его придумали для того, чтобы фотографироваться и… Думаешь фотографироваться? Так, а ты, Варя, как думаешь? Я думаю, что интернет придумали, чтобы общаться с другими людьми из разных стран. Раньше люди общались как? Они отсылали письма, да? К почте, пока они были доставлены в разные страны. Это проходили месяцы. И даже иногда полгода доходило письмо. И вот люди задались вопросом таким. А как же можно общаться без почты, да, например? То есть, чтобы сразу моё письмо поступало в другую страну или в другой город, да? И вот решили учёные, как-то этот вопрос всё-таки уладить. И вот однажды они собрались и вместе начали ставить эксперименты, да? Начали ставить какие-то опыты, думать, как это можно сделать. И в конце концов был изобретён интернет. Только назывался он Арпанет, представляете? Ну-ка, скажите мне, как назывался первый интернет? Арпанет. Арпанет, совершенно верно. И вот его придумали в Америке. Знаете, где такая страна находится? Да. Да. Так вот там и был придуман первый интернет. А потом он распространился по всем странам, континентам и городам. И люди начали общаться в интернете. Как вы думаете, первые компьютеры были большие или маленькие? Наверное, маленькие. Маленькие, думаете? Да. На самом деле компьютеры были очень большие. Чтобы вместить информацию, иногда стала целая комната, забитая просто вот этими шкафчиками разными с информацией, с карточками, там кнопочками. А сейчас где эта информация может храниться у нас? В маленьком телефоне, да? То есть раньше информацию хранили, это же только первый интернет, это первые компьютеры, они были очень большие, с такими кругами. Я когда-то ходила даже в школе на экскурсии, нам показывали вот эти большущие такие компьютеры, очень интересно. Давайте разберемся дальше. Интернет нам нужен, чтобы мы общались с друзьями, правда? Да. Писали им письма. Варь, а что, вот для чего еще нужен нам интернет? Чтобы смотреть, например, что мы можем посмотреть через интернет? Мультфильм. Мультфильм. Или почитать книжку. Совершенно верно. Но лучше читать книжку вживую, потому что она кажется мне интересней. Конечно, книги это очень интересно. Да, совершенно верно. Еще, Лиза? Можно послушать музыку или скачать аудиосказку. Совершенно верно. Девочки, молодцы. А хотите, покажу создателя интернета? Да. Да? Он и создал интернет, который мы пользуемся сейчас, который помогает нам сейчас при общении. Мы ищем информацию нужную, да? Раньше люди как информацию искали? Нужно было ехать в библиотеку, искать книги, выписывать что-то. А сейчас что у нас есть? Интернет. И мы можем любое значение слова найти в интернете. Любой фильм мы можем найти где? В интернете. Любой мультфильм где мы можем найти? В интернете. И сказку даже мы можем прочитать где? В интернете. Совершенно верно. Есть куча программ в интернете, где мы можем свои фотографии обрабатывать, да? Например, добавлять там разные картинки, да? Носики какие-то, ушки. Очень много программ. А давайте-ка разберемся с вами. В интернете, как вы думаете, почему надо быть очень аккуратным? Потому что там вирус может спрятаться за красивые картинки или обманщики. Потому что ты прочитаешь письмо от чужих людей, и потом у тебя снимут деньги большие с компьютера. Такое может быть. А вот смотрите, Варя, тебе, например, ситуация. Если ты сидишь в интернете, вот что-то учишь или читаешь, да, или мама мультфильм дала тебе посмотреть, и вдруг тебе приходит письмо от незнакомого человека, что ты будешь делать? Я подойду к маме и скажу, что мне пришло какое-то незнакомое письмо от незнакомого человека. Совершенно верно. Ребята, давайте запомним. Потому что это как в жизни. Да. То есть мы, если к нам приходит письмо из интернета от незнакомого человека, первым делом мы должны показать это письмо родителям. Обязательно. Ведь никто не знает, кто там сидит, да, по ту сторону экрана. Хороший человек или плохой, правда? Что он от нас хочет. Да. Поэтому обязательно сказать родителям. А теперь, Лиза, тебе ситуация. Вот, например, ты сидишь в интернете, да, читаешь, читаешь, читаешь информацию, и тут бах, и всплывают какие-то картинки, 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 картинки. Что ты будешь делать? Я их не буду трогать, потому что я уже знаю, что там будет обманщик, который снимет деньги, или вирус. Поэтому ты тоже кому скажешь об этом? А, родителям или своим сестрам. Да. Дети, самое главное, что вы должны запомнить, интернет это очень важная и нужная вещь. Но, надо помнить еще и о том, что там очень много людей, да, и все они разные. Кто-то хороший, кто-то злой, кто-то добрый. Разные абсолютно люди. Кто-то хочет просто посмотреть фильм, а кто-то хочет какую-то гадость сделать, да. Поэтому самое главное, да, это слушать маму и папу, смотреть только то, что вам разрешили. Хорошо? Мультфильмы те, которые вам разрешили родители. Передачи, которые вам что разрешили, кто? Родители. Родители, совершенно верно. Но желательно меньше, конечно, сидеть в интернете, правда? Ведь игры на воздухе или с друзьями, они гораздо приятнее, согласитесь со мной. А вот в интернете мы можем, например, найти нужную информацию. Согласны? Да. Итак, мы очень хорошо с вами провели время, узнали об интернете, все, да, узнали? Да. Так, где впервые изобрели интернет? В Америке. Совершенно верно. Лунный свет крадет у тьмы владенья, безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова